Какие народы России говорят на финно-угорских языках? На берегу какого моря живут поморы? На эти и еще 28 вопросов сегодня отвечали по всей России. На площадку Самарского университета необычный диктант привлек больше полусотни студентов. Анастасия Солдатова к тесту специально не готовилась, хочет проверить уже имеющиеся знания. Важно понять, что есть в голове, что есть в моем повседневном восприятии этого всего. Именно вот это мне оказалось сейчас важным. Я изучаю межриденческие отношения, все вот эти вопросы я скорее всего изучала где-то когда-то, но вопрос в том, помнится оно или не помнится, есть ли оно вообще у меня в моем мироощущении или нет. Поэтому сегодня это и проверим. Большой этнографический диктант – проект в формате массовая добровольная проверка знаний, поэтому пользоваться шпаргалками здесь не принято. Люди могут себя проверить, узнать, насколько точно они представляют национальную ситуацию в нашей стране. Но я думаю, гораздо больше даже пользы будет для тех, кто организовал это. По результатам диктанта организаторы сформулируют свои рекомендации, как лучше изменить учебные программы по этнографии. Сами организаторы, которые придумали этот диктант в Удмуртии, говорят, их задача – понять, насколько хорошо россияне знают своих соседей. Ну а сверхзадача – пробудить желание изучать свои корни и традиции предков. Какую оценку получили самарцы на этом диктанте, мы узнаем только завтра, когда итоги подведут по всей России. Валерий Макаров, Станислав Левин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...